На сегодняшний день существует ситуация, когда нет единого понимания, что же такое биохакинг. Некоторые считают, что это взлом, кто-то считает, что это обязательное вживление чипов в тело, но это не так. И сегодня я бы хотел рассказать, что же такое биохакинг. Меня зовут Святослав Ханенко, я являюсь главным врачом и основателем первой клиники биохакинга SQ Lab. Я изучаю, практикую превентивную медицину уже более 20 лет. Также являюсь экспертом в общественном здравоохранении. То есть я хорошо знаю, как устроено персональное здоровье и как работают системы здравоохранения, каким результатом они приводят. Также я являюсь пока единственным от Украины спикером в международном биохакинг-сообществе Biohacker Summit. В 2016 году мы открыли первую в Украине клинику биохакинга. Мы занимаемся тем, наша ежедневная практика это улучшение здоровья на 30% за 3 месяца. Давайте дадим ответ на два вопроса. Что же такое биохакинг и какие конкретно задачи можно решать с помощью биохакинга? Давайте разберем слово биохакинг буквально. Био в переводе с древнегреческого означает отношение к жизни, к здоровью. Биохакинг в переводе с английского переводится как шлифовка, устранение неровностей. Это не взлом. Таким образом, биохакинг это что-то о здоровье, о жизни, о данных и об гармоничном измеряемом улучшении и доведении до функционального состояния. Итак, что же такое биохакинг? Это философия или это технология? Это и философия, и технология. С точки зрения философии биохакинг это отношение к своему здоровью как к измеряемому ресурсу и источнику всех своих благ. Бытует стереотип, что люди делятся на больных и здоровых. Но это не так. Человек с какой-то определенной болезнью может быть более здоровым, чем человек, у которого пока болезней нет, но большинство его систем находится в состоянии предболезней. То есть здоровье это относительное понятие. Человек, у которого есть болезнь, не обязательно автоматически становится нездоровым. Все, кто живы, все здоровы, но все здоровы по-разному. Давайте же разберем, что такое здоровье. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения с 1948 года, здоровье это состояние полного физического, духовного, социального благополучия, а не только отсутствие болезней и дефектов. С одной стороны, это определение является очень емким, но в нем есть одна проблема, и оно заключается в одном слове. Это слово полное, полное благополучие. Кто-то из нас видел когда-нибудь полное благополучие, то есть полное отсутствие отклонений. Это из области фантастики. Мы предлагаем заменить всего лишь одно слово, полное на измеряемое, и тогда все становится на свои места. Тогда каждого человека можно оценить состояние его физического, духовного и социального благополучия, в том числе и наличие или отсутствие болезней, и дать конкретный ответ, насколько он здоров в конкретный момент времени. Как же это происходит технологически? Для начала необходимо измерить от 2000 параметров по 9 блокам здоровья. Генетика, клеточное здоровье, молекулярное здоровье, функциональное здоровье, состояние абсолютно всех органов, здоровье кожи, образ жизни, ментальное здоровье и цели человека. Что же такое биохакинг с точки зрения технологии? Биохакинг — это измеряемое управление маркерами здоровья для достижения оптимального восстановления, пиковой производительности, достижения целей и самореализации. Понимаете, в этом определении заложено выход за рамки отношения к здоровью как больной, не больной. В этом определении заложено отношение к своему здоровью как измеряемому ресурсу и источнику не только того, чтобы быть в состоянии ходить или работать, а для того, чтобы достигать совершенно конкретных целей. И внутри этого состоит очень важный параметр — это восстановление. Каждый день мы тратим энергию, и мы её восстанавливаем. И баланс должен быть позитивным. Каждый день. После того, когда 2000 параметров по 9 блокам, которые позволяют оценить здоровье очень комплексно и очень детально, после того, как каждый этот параметр записывается, иллюстрируется и оценивается, из него выделяются те параметры, которые отклонены от нормы. Таким образом формируется цифра здоровья. С помощью присвоения оценки 0 баллов тем параметрам, которые находятся в коридоре нормы, и оценки минус балл тем параметрам, которые находятся вне нормы. И сумма этих штрафных баллов составляет цифру здоровья. После того, как эти 2000 параметров оцифрованы, выделенные отклонения, они сопоставляются между собой. И видны чёткие взаимосвязи, которые иногда и очень часто, корень проблем, которые беспокоят человека, и которые могут быть диагнозом, могут крыться в совершенно неожиданных местах. На основе этих данных формируется уникальная для каждого человека карта здоровья, которая не может быть двух одинаковых, потому что 2000 параметров и возможная комбинация отклонений — это огромное количество вариантов. На основе этих выводов формируется персональная оздоровительная программа человека. То есть тут мы уже переходим к тому, как можно влиять на цифру здоровья. И состоит персональная оздоровительная программа из трёх направлений. Первый, самый главный — это гармоничное, поэтапное улучшение образа жизни. Питание плюс вода, сон, физическая культура, вредные привычки, психоэмоциональный баланс. Как бы кто ни хотел, на сегодняшний день при любых достижениях генной инженерии или фармацевтической индустрии именно образ жизни, ежедневные мысли, ежедневные действия, они имеют самое большое влияние на здоровье. Следующий блок — это дополнительное обследование и лечение. В случае, если в результате диагностики определены тревожные параметры, например, онкомаркеры или другие параметры, которые могут судить о том, что человек находится в состоянии опасном, то тогда подключаются узкие специалисты, профильные специалисты, каждый в своих направлениях, назначается дополнительное обследование и, если есть необходимость, протокольное лечение. Операция либо фармакологическое воздействие. И третий блок — это оздоровительные процедуры, направленные на внесение баланса в любой участок определенного дисбаланса, который мы нашли в результате обследования. Это могут быть фармацевтические препараты, аминокислоты, витамины, микроэлементы, это клеточные энергетики, это физиотерапевтические методики, иглоукалывание, нейрофидбэк. Это вплоть до клеточных технологий, обогащенные тромбоцитарные факторы или стволовые клетки. Очень важно понимать, что результат может быть достигнут, и результат хороший, к которому мы привыкли, это 30% плюс к здоровью за три месяца, может быть достигнут только, когда все эти методы внедряются одновременно, то есть достигается синергический эффект. И по мере внедрения этих изменений за три месяца, сначала их внедрение, потом удержание, можно добиваться очень хороших результатов. 30% плюс к исходным показателям, вне зависимости от того, насколько они были хорошими или плохими. То есть, образно говоря, здоровье — это сосуд. Если он полный на 100%, то это означает полное отсутствие отклонений. Ну, такое редко когда бывает. По мере накопления отклонений сосуд опорожняется, то есть в нём появляются трещинки, и вода из него вытекает. Но болезни — это появляется лишь тогда, то есть картина болезни, тогда, когда остаётся где-то 20% на дне. Но между полным сосудом и 20% там, где начинаются диагнозы, существует намного большее состояние. И именно ими нужно управлять для того, чтобы достигать желаемых результатов. Что такое биохакинг? Его определения с точки зрения философии, с точки зрения технологии более-менее разобрались. Теперь практическая часть. Каких же конкретно результатов можно добиваться с помощью биохакинга? Первое — это то, что можно с помощью биохакинга даже излечивать хронические болезни. Бытует мнение, что биохакингом можно и нужно заниматься только тогда, когда нет болезней. Но такого практически не бывает. На сегодняшний день классификация болезней даже включает в себя веснушки и морщины. И существуют даже попытки сделать старение. Естественный для всех человеческих существ процесс — сделать болезнью. То есть вырваться за рамки болезни получается совсем невозможно. Но в этом как раз и заключается ошибка. Когда у человека есть болезнь, он от этого автоматически не перестает быть здоровым. И человек с болезнью какой-то одной может быть боль или с дефектом может быть более здоровым, чем человек, у которого пока еще ни одной болезни нет. Каким образом можно излечивать болезни с помощью биохакинга? Например, что такое болезнь? Болезнь — это некий набор параметров. Каждая болезнь имеет свои критерии по жалобам, данным осмотра, лабораторным инструментальным методам исследования. Это четкая картина. И, например, показатель холестерина и артериальная гипертензия — это напрямую связанные между собой параметры в рамках диагноза. И, например, леча высокий уровень холестерина с помощью статинов, можно управлять уровнем холестерина в крови. Но зная о том, что холестерин вырабатывается в печени, а статины имеют побочное действие как раз на печень, получается не очень практично корректировать уровень холестерина с помощью статинов. То есть намного более правильно управлять работой печени, управлять работой микроциркуляции и молекулярного обмена, потому что эндогенный собственный холестерин повышается в ответ на оксидативный стресс, на атаку свободных радикалов, которые приводят к дефекту внутренней стенки артерий. И именно для того, чтобы заполнить этот дефект, его компенсировать, организм выбрасывает холестерин, но в результате повышается давление. А повышение давления, потому что сужается просвет сосуда, может приводить к инфарктам, к инсультам. Но корень самой этой проблемы, он не в высоком уровне холестерина, он в нарушении обмена веществ, начиная с молекулярного, клеточного уровня и вплоть до органов. Самым большим органом на самом деле в метаболическом синдроме является как раз печень. И работа печени наиболее важна для уровня холестерина. Таким образом, с помощью биохакинга можно и нужно излечивать хронические болезни с помощью комплексного управления здоровьем, начиная от образа жизни, заканчивая каждым конкретным органом, который принимает участие в формировании той или иной проблемы, потому что все очень сильно взаимосвязано в организме. Даже не только органы взаимосвязаны, а взаимосвязаны очень сильно внутренние соматические органы и наша нервная деятельность, наша духовная составляющая. В нашей практике существуют совершенно конкретные результаты, когда мужчины и женщины 70 лет после двух инсультов с высоким уровнем того же холестерина или с гормональными проблемами, с сахарным диабетом, остеопороз и другие болезни, связанные с возрастом, добиваются очень хорошей динамики, причем часто даже не прибегая к протокольному лечению, просто улучшая обмен веществ. Ну, это, конечно, непросто, но если опираться на данные, на большое количество данных и применять большое количество мероприятий и все это объединять в один проект с конкретной целью и с конкретным планом действий, то можно добиваться очень хороших результатов в излечивании, подчеркиваю, излечивании хронических болезней, а не только продлении ремиссии. Следующая цель, вопрос, который можно решать с помощью биохакинга, это управление рисками по здоровью. То есть представим себе человека, например, мужчина 45 лет, у которого нет никаких жалоб и видимых проблем со здоровьем, но уже школьные друзья или одноклассники начинают потихоньку умирать или получать инфаркты, инсульты. И такой человек совершенно обоснованно хочет от себя эти риски удалить. Он проходит обследование, оцифровывает свое здоровье, и оказывается, что определенные проблемы, они уже формируются, то есть они еще не дошли до какого-то критического состояния болезни, но они уже на пути своего формирования. И таких проблем может быть несколько. То есть в этом случае человек знает конкретно состояние своего здоровья, даже при том, что болезней может не быть, и принимает конкретные меры для того, чтобы от себя этот риск управляемо максимально отдалить. И он четко видит на основе конкретных параметров, в каком стадии реализации тот или иной риск на сегодняшний день существует. При этом можно даже знать генетическую предрасположенность к тому или иному заболеванию. То есть условно расклад карт, которые есть на руках, и то, как успешно вы этими картами играете на сегодняшний день. И следующая, наверное, самая такая моя любимая задача, которую может решать биохакинг, это уже собственно реализация идеи сверхчеловека. В нашей практике есть большое количество айронменов, людей, способных без остановки пробежать марафон 42 километра, проплыть 10 километров и проехать на велосипеде 180 километров. То есть психику нормального человека это даже как-то не укладывается, это действительно сверхлюди. Но таким людям, которые чаще всего являются еще и успешными предпринимателями, вот еще один пример того, как связано здоровье и самореализация достижения. Мы помогаем таким людям снижать время и интенсивность тренировок и улучшать время прохождения этих дистанций. И если бы меня спросили еще год назад, существует ли некая панацея, какая-то волшебная вещь, которая может решить вопрос, например, возьмем бессмертия, я бы еще год назад ответил, что такого не существует. Но сегодня я готов сказать, что такая панацея существует. Но она находится не в рамках материальных вещей, и она находится внутри каждого из нас. И она называется отношение истинной заботы к себе и к своим близким. Забота выражается в познании, в изучении. А изучение проявляется в совершенно конкретных действиях по измерению и управлению. Поэтому заботитесь о себе, изучайте себя, оцифровывайте себя и любите своих близких. Если вам отозвалось то, о чем я сегодня говорил, мы приглашаем вас прийти в нашу клинику SQL, первую клинику биохакинга и управления здоровьем, и оцифровать свое здоровье, и дать себе конкретный ответ, насколько вы здоровы сейчас. Еще очень важно, у вас могут появиться и должны появиться конкретные цели по вашему здоровью, которые мы с радостью, как профессионалы, обладающие навыком и опытом, поможем вам реализовать.